Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где у нас сегодня первый взгляд на игру, которая стала знаменитой ещё до релиза, ну ещё бы! Самая дорогая игра для взрослых в истории, ядрёная смесь тактических битв космической аркады, текстовые новеллы контента строго 18+. Руки на стол, дамы и господа, ведь это обзор Subverse. На данный момент игра находится в раннем доступе, и доступен только первый акт. Контента не так много, как хотелось бы, но какие-то выводы делать уже можно. Так как игра состоит сразу из нескольких жанров, то рассмотрим мы их по отдельности, но начнём с общих моментов. Главный герой. Он представляет из себя лютую смесь звёздного лорда, дэдпула, командора шепарда и космического рейнджера Валентина. Сам он в драках участия принимать не будет, но в своих странствиях его команда пополняется новыми милыми сотрудницами, а также не очень милым техником-инопланетянином. И вот в айфу-сотрудницах и кроется основной стержень игры. Каждая это отдельная личность, и хоть на старте их не так много, что-то подсказывает, что с каждым актом их будет всё больше и больше. Каждая героиня обладает своими уникальными способностями, как для тактического, так и для космического боя. И там, где одна не справится, другая с лёгкостью удовлетворит желание командира. После каждого боя девушки получают опыт и повышают параметр преданности. Какой-то отдельной прокачки здесь нет. Девочки опытные, они сами знают, куда вставлять доступные очки повышения. Переходим к аркадным космобоям. Пожалуй, это лучшая часть геймплея. Бои действительно задорные, несложные, но и непростые. Всё ярко, динамично, противники прут со всех сторон. Немного расслабишься и тут же окажешься в ангаре. Вот без шуток. Игра действительно приятна и весела. Этакие косморейнджеры в реальном времени. Корабль при этом можно прокачивать между боями. Не то, чтобы менеджмент был какой-то сложный, но он есть. И это хорошо. Тактические бои. И они тоже на удивление сделаны добротно. Да, это далеко не к ском. Поле боя гладкое, как ноги героинь, которые ведут ваших бойцов в бой. Бойцы же набираются из доступных зверушек вашего личного учёного. У ваших и вражеских бойцов есть показатели здоровья, щитов, брони, различные типы урона и разная дистанция боя. При этом ваши подопечные также прокачиваются от выигранных стычек. В целом, людям, хоть маломальски знакомым с тактическими играми, проиграть будет очень сложно, даже если играть одной рукой. Текстовая новелла. Честно признаюсь, я далёк от этой тематики, к тому же локализацию игра пока не получила. И мой хромающий на обе ноги английский даёт о себе знать. Но озвучка точно на высоте. Нет выпадающих персонажей, всё приятно и местами, в меру знания английского, очень пошло, грубо и смешно. Ну а те, кому не хочется тратить на это время, могут просто перемотать диалоги. Однако, я вам этого не рекомендую. Иногда в них вкрапляются видео вставки, раскрывающие персонажей и сюжет. И они тоже на высоте, кстати. Отдельно стоит выделить менеджмент корабля. Как по Нормандии, к сожалению, походить не получится. Но с коллегами пообщаться можно, бродя из отсека в отсек. Тут вам и лаборатория всё с тем же мучёным. И ангар, и мини-завод. Ну и, конечно, каюта капитана. И никуда не деться от глобальной карты галактики, которую можно бороздить в поисках новых приключений. Вот мы и подошли к тому, ради чего многие купили эту игру. А именно, к контенту строго 18+. При прохождении миссии вы будете получать очки, за которые можно открыть сцену с полюбившейся вайфу в местной системе Пандора. Сцены зациклены, нарисованы неплохо, но можно было бы, наверное, и получше. Я вам их, конечно, показывать не буду. Как и не советую запускать их при лицах, которые этого видеть не должны по причине своего возраста, нестабильной психики или слишком яркой впечатлительности. Что приятно, контента строго 18+, не в рамках Пандоры, крайне мало. Если не считать откровенные наряды местных воительниц и пошло-грубые шуточки. То есть можно просто играть в неплохую солянку с неплохой историей. Хотя я не уверен, что среди покупателей есть такие люди, которые купили её без интереса именно к 18+. Итог. Контента, к сожалению, пока маловато. Иногда вылетают косяки раннего доступа, но игра представляет из себя именно то, что и обещали разработчики. Делая скидку, естественно, на ранний доступ. Если вам больше 18 лет, вас не коробит от пошлых шуточек на пошлые темы, вы спокойно переносите нецензурную лексику. При виде обнажёнки вы не прикрываете стыдливые глаза рукой. К тому же вам нравятся аркады, тактические бои с прокачкой команды. То игра может вам понравиться. Единственной преградой может стать отсутствие локализации. Но я думаю, что разработчики это исправят. И к милым голосам актрис озвучки добавятся ещё и наши патриотические письмена. Вот и подошёл к концу очередной обзор. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали. И до скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!